Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом замечательной маски обертывания. Эта маска поможет омолодить кожу, разгладить морщины, вернуть ей упругость, подтянуть. К сожалению, в зрелом возрасте клетки не способны быстро восстанавливаться. И многие женщины после 45 лет замечают, что кожа теряет упругость, обвисает, становится рыхлой. Это происходит чаще всего в области живота, бедер, на руках, на шее. Причиной может стать резкое похудение, гормональные сбои. В домашних условиях при регулярном использовании этого замечательного средства можно омолодить и подтянуть кожу. Какие ингредиенты необходимы? Камфорное масло. Это очень эффективное средство для ухода за кожей и волосами. Оно широко используется в косметологии для разглаживания морщин, устранения рубцов, лечения укривой сыпи, при выпадении волос. Оно дает отличный результат при обертываниях с целью подтяжки кожи. Хочу обратить ваше внимание на то, что камфортное масло нельзя использовать страдающим гиперчувствительностью и больным эпилепсией. Второе. Это кофе, а вернее кофейная гуща. Кофеин, который содержится в кофе, борется со старением, кожей помогает восстановить упругость, активизирует обменные процессы и улучшает эластичность. Также нам еще понадобится косметическая глина. Видов косметических глин очень много. Это белая, розовая, голубая, зеленая, красная и черная. Подтягивающим эффектом обладают все, но наиболее подходят для уменьшения объемов черная и голубая. Я буду использовать черную глину. Купить глину можно в любой аптеке. И для обертывания нам еще необходима обычная пищевая пленка. Итак, давайте приготовим маску обертывания. Сначала я взяла 2 столовые ложки глины и развела глину водой, как указано в инструкции на упаковке, до консистенции сметаны. Теперь я добавлю 2 столовые ложки кофейной гущи и камфорное масло. Здесь я хочу заметить, что камфорное количество нужно добавлять индивидуально. Это зависит от чувствительности кожи. Не забывайте делать тест. Лучше начать с половины чайной ложки, а затем довести количество до одной чайной ложки. Теперь я тщательно перемешиваю все. Маска обертывания готова. Наносите эту маску на проблемные зоны. Затем оберните пищевой пленкой. Наденьте что-то облегающее. Если это область шеи, то для утепления можно использовать шарф или полотенце. Так вы создадите термоэффект. Держите обертывание 30-40 минут. Затем смойте теплой водой и нанесите питательный крем. Обертывание проводите курсами. 10 процедур 2-3 раза в неделю. Эффект вы заметите уже после первой процедуры. За счет восстановления баланса влаги кожа станет гладкой, упругой и подтянутой. А я желаю вам удачи. Будьте здоровы и красивы. Подписывайтесь на мой канал. Пока.